МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как ты думаешь, этого хватит? Ого! Да тут как на убой. Ма, слушай, ты же не Нобелевскую премию получила. Обычная поляна за пенсию. Что делать? Мороз, мы едем, нет? Еще потом надо на станцию заскочить. Хорошо. Доброе утро, мама. Мой родной. Поздравляю тебя с официальным выходом на пенсию. Спасибо, Васенька, сядь, поешь нормально. Там салатики, котлетки, пожалуйста. Я не могу, я спешу, у меня встреча с МВФ. Вася, у меня сегодня делались в проворот. Так что оплата коммуналки на тебе. Пап, какая коммуналка? Я же сказал, у меня встреча с МВФ. Не знаю, во сколько закончится. Понятно, у тебя МВФ, а у меня фигня собачья. Сыночек, возьми котлетки с собой, угостишь МВФ. Ага. Сейчас. Они нам вов. И мы им вов. Правильно? Я слышала, что в Ровенской области-то вам янтаря полно. Может, мне добычей заняться? Даже не начинай эту тему. Ну и ладно. А что мне этот янтарь? Будем в Полтавской области нефть добывать. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браво. Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу. Вот тут набьют, а тут слуга народа. Я поздравляю господина Колобородько с вступлением на должность президента Украины. И выражаю удовлетворенность демократическими процессами, которые идут в стране. Спасибо. А я благодарен за поздравление мисс Расмусен. В то же время, как глава МВФ, я глубоко обеспокоена невыполнением достигнутых договоренностей. Честно говоря, я человек новый, не совсем понимаю, о каких конкретно договоренностях идет речь. Речь идет о кредите МВФ. Первый транш, который 5 миллиардов долларов, вы уже получили, можно так сказать, под честное слово. При этом обещает проводить реформы, которые не провели. Поэтому я вынуждена поставить ультиматум. Либо в течение месяца проводить реформы, либо вернуть деньги. В крайнем случае вам грозят международные экономические санкции. Захвала варяшков промолок до князя. Таких люблю. А я тебе казал, что у менеджинка варяю. Ярослав Владимирович, я историк, я в курсе. Ты послух и порадуй, подружися с нею. Жениться на ней, потому что это глупость. Глупость? Было грошью в бург, браты. Бург – це початок рабства. А веселье – це придане землі, серебло, злато. Я понимаю, но она не в моем вкусе. А ты не про себе дбой, ты про державу дбой. Ля-ля-ля-ля-ля. Я капеш на кралях. Та ми на тобі народи, повну хату діточу. Ярослав Владимирович, при чому здесь дети, у меня есть уже сын. Вот ты его с нею дружи. Он несовершеннолетний. Хай она его выховывает, та дружит с нею. Кого не шкода? Кого? Я родичався с всей Европой. И не я, а мне несли данино. Уважаю на меня. О, слушай, Васильо, а у вас ваши часы еще накил саджают? Боюсь, что Европа не одобрит. А я николи у Европы и не питав, кого мені садити нокил. Верий Иванович, вы же воспитанный человек. Что? В знак глубокого уважения предлагать вам, Василий Петрович, подумать и сообщить решений за ужин. Я надеяться, это будет правильное решение. Да. Юрий Иванович, вы куда? Много работы. Не хотите ничего мне объяснить? В смысле? В смысле, я сидел, краснел, чувствовал себя полным идиотом. Почему вы меня не предупредили? Вы никогда не спрашивали, вам не интересно. Юрий Иванович, мне очень интересно. На что ваше правительство потратило пять миллиардов, которое нам теперь нужно отдавать? Можно, Василий? Да. Василий Петрович, а вы быстро схватываете. Правильно, все вылите на попередников. Согласитесь, это удобно. А вы считаете это смешно? Я упасю вас Господь. Просто мы занимали деньги, чтобы вернуть кредиты предшественников. Которые занимали деньги, чтобы вернуть кредиты своих предшественников. В которые в свою очередь... Юрий Иванович, достаточно. Мне понятен этот алгоритм. Мы так поступать не будем. Мы сразу вернем первый транш. Ясно? Готовьте указ. Какой указ, позвольте узнать? Составите бюджетников, сдать зарплаты за апрель-маль или потребуемых пенсионеров вернуть пенсию. Юрий Иванович, это просто смешно. Можно подумать, что вы все деньги потратили на зарплаты и пенсию. Очень обидные вещи вы видите. Обидно, не обидно. Все просто. Нет денег, проводите реформу. Повысим пенсионный возраст, поднимем коммунальный тариф и все сразу в один месяц вместо года. Верно. Все сразу за один месяц вместо года. Желаю удачи. Надеюсь, у вас здесь знакомые патриотично настроенные пограничники. Хорошо, что вы предлагаете? Василий Петрович, я думаю, не стоит выдумать велосипед. Берем кредит у Евросоюза и погашаем первый транш МВФ. Допустим, как потом вернуть деньги Евросоюзу? Занимаем деньги в США. А как мы вернем потом деньги в США? Не обижайтесь, мы прям как маленький. Ключевое слово здесь. Потом. Пусть потом над этим ломают голову ваши преемники. Ну, я думаю, они тоже возьмут кредиты у Евросоюза. Понимаете, это такое наше национальное ноу-хау, вечный двигатель долгов в экономике. Да, но понимаете, такими шагами нас с вами скоро ждет дефолт. Это замечательно. Дефолт – это наша национальная мечта. Раньше приближали коммунизм, а сейчас – дефолт. Василий Петрович, в случае дефолта нам вообще спешут все долги. Я в курсе. Но зато потом нам никогда больше ничего не дадут. А потом? И не надо. Хорошего дня вам. Это одно из трех хранилищ НБУ. Пять комнат, оснащенных современными сейфами фирмы «Дефолт». Стены толщиной 50 сантиметров из железобетона. Если кому-то ей взбредет в голову сломать стену, у него уйдет на это 20 часов. Столько информации. Вы каждый день сюда экскурсии водите? Ну, конечно. Это же моя жизнь. Я этим живу и этим дышу. Шучу, конечно. Вожу каждого нового главу НБУ. Но, признаться, такой очаровательный экскурсант у меня впервые. Прошу. Я надеюсь, там настоящее золото, а не керамическое, как в одесском хранилище, да? Ольга Юрьевна, когда это было? Полгода назад. Ну, это же до вас. А, ну да. Серега! Серега! Серега, дай я! Открывай дверь! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Простите, а Сергей дома? Кто? Ну, Сергей, он хозяин вот этого всего. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Простите, что я так не вовремя. Простите, пожалуйста, а можно селфи? Это прилично. Так. Улыбайтесь. Угу. СМЕХ Класс. Ой, а может быть, вы кофе хотите? Если можно, да. И Сергею Викторовичу, я думаю, двойной не помешает. Только я сначала в душ схожу. Да, нет проблем. Да. Вот это прикол. Вообще. Да. Вы очень-очень классный. Взаимно. Спасибо. Серега. Серега, вставай. Сергей Викторович. Толстый. Поднимайся. Так, ладно. Опа. Опа. Серега. Ну, котику нужен тайм, а вот не сейчас. Котику нужен тайм, а вот не сейчас. Котик устал. Котик нажрался. Ну, я выпил немножко. Котик алкаш. Рита, а чего ты так хребешь? Ох ты, ё-моё, Ася, ты что тут делаешь? А я в шоу прогуливался. Думаю, дай зайду котику. Может быть, кушать хочешь, занесу вискос. А всё-таки котик важный человек, министр иностранных дел. Чего ж котик не ходит на встречи-то, а? А который час? Рано, ещё два часа дня. Сколько? Два часа. Что ты так поздно пришёл? Занимаешься непонятно чем. Что, сразу непонятно чем? А я могу ответить тебе на этот вопрос. Сергей Викторович, вы министр иностранных дел. У нас встреча с международным валютным фондом. А ты валяешься в постель с какой-то блондой. Что ты орёшь, придурок? Я придурок? А ты лицо нашей страны на международной арене. Хватит бухать котику. Собирайся. Я, между прочим, и решал проблемы нашей страны на международной арене. Только не лицом, а... Мне ясно, о чём. Так. И вы говорите, что в Киеве три таких хранилища, да? Да. А сколько всего по Украине их? 26. 26. Золотовалютный запас составляет 18 миллиардов долларов. Ясно. А сколько конкретно в этой комнате? Здесь всего-навсего 7 тонн 125 килограмм золота. 2 миллиарда 725 миллионов 142 тысячи долларов. И 1 миллиард 447 миллионов 238 тысяч евро. Удивительно. Такая точность. Вы что, знаете всё до копейки? А вы сомневаетесь? Нет. Гордитесь. Вам удалось впечатлить начальника. А это было несложно. Здесь всё написано. Очень профессионально, Дмитрий Васильевич. Спасибо. Угу. Ну-ну. Что вы замолчали? Таблички закончились, да? Нет. Просто всё остальное вы знаете. А если не знаете, то, по крайней мере, догадываетесь, что, к примеру, в США золотой валютный запас составляет 7 тысяч... Сколько? Правильно. 133 тонны. Да. На втором месте кто? Правильно. Германия. Ну и так дальше. А можно ближе к Украине? Конечно. На вас очень красивое платье. Дмитрий Васильевич, я прошу вас, пожалуйста, перестаньте. Если ближе к Украине, то нам придётся опуститься на 51 ступеньку ниже. Между прочим, это блонда, глава департамента молодёжи и спорта Прибалтики. Да, конечно. Всего мира, я думаю. Я похож на идиота, Серёга. Что это такое? Интересно. Рита, не кайли у нас, ничего себе. Сразу не скажешь. Ну, конечно, не скажешь. Немножко. Помятая, не выспавшаяся. Как-никак три раунда переговоров было. Да ладно, не надевать. Ты в молодости максимум два совещания выдержал. Заткнись, слушай. Зато мы пришли к общему консенсусу. Теперь наши молодые одарённые спортсмены будут отдыхать в Юрмале. Месяц. Может, и два. Я не помню, о чём мы там договорились. Вообще-то полгода. Да? Полгода. Круто. Что ты улыбаешься? Собирайся, Родина ждёт. Родина не может потерпеть 10 минут? Я в туалет сгоняю. Ну, если ты терпеть не можешь, Родина потерпит. Спасибо, Родина. Давай. Я тебя тоже не забуду. А вам с сахаром? А вы замужем. Ася! Я говорю, с сахаром мне кофе. Сахаром! Хотите подержать? Не знаю. Попробуйте? Можно? Конечно. Это же наше золото. Тяжёлое, да? Ух ты! 12,5 килограмм. Вы сейчас держите в руках 650 тысяч долларов. Ясно. Как ощущения? Да не знаю. Для меня это всего лишь цифры. А у вас, я смотрю, как-то изменился взгляд. Глаза зажглись, как у Кащея, Дмитрий Васильевич. Что нравится вам, да? СМЕХ Родина люблю. Люблю. Знаете, тут какая-то особая аура. Да? Да. Помните, как у Пушкина? Что у Пушкина? Зажгу свечу над каждым сундуком, И все их отопру. И стану сам сред них Глядеть на блещущие груды. Я царствую. Какой волшебный блеск. Браво, браво, Дмитрий Васильевич. Вы, наверное, выбрали не ту профессию. Нет, вы знаете, актерская профессия меня никогда не впечатляла. Я в детстве вообще мечтал работать в цирке. Жонглером. Что случилось? А что случилось? Что происходит? Ничего. Вы что, с ума сошли? Может быть, это реакция на платье? Какое платье? Вы что себе позволяете? Дайте мне пройти. Подходите ко мне, я вас сейчас опять поцелую. Что? Дмитрий Васильевич, если я в разводе, это не значит, что я в активном поиске. Я хочу выйти отсюда. Откройте мне дверь. Хорошо, я открываю дверь. Ольга Юрьевна, дверь не открывается. Что значит не открывается? Откройте мне дверь, я прошу вас, немедленно. Ольга, не надо нервничать. Она захлопнулась. Прекрасно. Звоните начальнику охраны. Да. Нужно позвонить начальнику охраны. Здесь же нет связи, Ольга Юрьевна. Что? Здесь нет связи. Как это нет связи? Ну, вот так. Вы что, издеваетесь? Нет связи, и дверь закрыта. И что теперь делать? Я не знаю, что делать. Камеры есть здесь? Камеры... Камер тут нет, потому что это новый склад, и их еще не успели установить. Прекрасно. Класс! Вот так, Ольга Юрьевна. Вы что, издеваетесь надо мной? Я нет. Давайте звать на помощь. Эй! Эй! Кто-нибудь, ау! Вы слышите нас? Выпустите! Ольга Юрьевна, нас никто не услышит здесь. Можно не орать, потому что здесь 50 сантиметров железобетона. Даже если я вас буду здесь насиловать в извращенной форме, то знаете, чем я это сказал? Послушайте, Дмитрий Васильевич, остудите пыл своих эротических фантазий. Вам ясно? Подумайте лучше, как мы отсюда выберемся. Сюда же кто-нибудь когда-нибудь должен войти. Не надо нервничать. Сюда периодически заходят люди. Как часто это периодически происходит? Каждый раз, как только пополняют золотовалютный резерв страны. Правда, это последний раз было, по-моему, в 2007-м. Ольга Юрьевна, шутка. Завтра утром будет пересменка и нас выпустят. СМЕХ Какой вы неприятный человек, Дмитрий Васильевич. Ах, Ольга Юрьевна, сам себе удивляюсь. Фух! Башка не варит совершенно. С чего бы это? На погоду? Слушай, ну хватит издеваться, ну. Так, Вася, давай еще раз. Давай. Ты решил проводить реформы. Это я понял. Так. Потому что деньги мы отдать не можем. Увы. Это я тоже понял. Ну, а что ты не понял? Я не понял, при чем здесь я, Вася. Сережа, давай еще раз, чтобы ты поняла. Итак, глава МВФ кто? Кто? Женщина. Ты у нас кто? Кто? Бабник. Коллекционер. Я собираю женщин разных профессий. Понятно. Послушай, нумизма. Тебе нужно просто очаровать женщин. Все. Так же, как ту балтейку? Нет, ту балтейца. Так не нужно. Просто посиди с ней, поговори. Что-то расскажи интересное. Ты умеешь. Выпей вина. Но дальше как пойдет. Главное, добиться отсрочки. Полгода. Лучше год, конечно. Мне кажется, ты меня используешь. Мне кажется, я тоже. Она хоть симпатична? Очень. Господин президент. И которая из них? Хотя какая тут разница? Матильда. Вы говорите, будете не один. Матильда Ольсен, Глава банка. Матильда. Василий Петрович. Матильда. Сережа. Василий Петрович. Хельга. 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 Ну, пожалуйста. Прошу. А, тут вы сидите. Ну, что? Давай, пожалуйста, аккуратно. Ага. А мы, а мы... Да, мы здесь. Желаете что-нибудь на аперитив? Немножко белого? Красного. А вам? Водки. Ольга Юрьевна, вам удобно? Ну, так. Я могу постелить вам доллар и укрыть. Евро. Все шутите, Дмитрий Васильевич. Похвально. Кстати, вы меня обманули насчет мыши, которая якобы здесь повесилась. А жаль. Я бы ее сейчас с удовольствием съела. Есть хотите? Очень. Смешная ситуация. Денег, тонны. Покупить нечего. Ну, зато... Ого! Пьете на рабочем месте? Исключительно во внерабочее время. Исключительно хорошие виски. А ваш муж... Ну, в смысле, бывший муж, он как, пьющий? Вася? Василий Петрович? Да нет, что вы. Вообще никогда. Капли в рот не берет. Завидую. Вот это сила воли. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, Серега, ты где? Я где? Я здесь. Это ты где? Ты что, трыхнешь, что ли? Я? Нет, я еду. Я еду, я рядом, пробки, тянучка просто. Что ты меня чешешь? Давай быстрей, тебя с 11 группа ждет. Какая группа? Ты что вообще ничего не помнишь? Мы же вчера с тобой договорились обращение записать. Обращение к кому? В стране. В какой стране? К Зимбабве. Давай быстрей в администрацию, я тебя люди ждут. Последний вопрос. Почему я? Да потому что ты алкаш. Президент этой страны. Потому что тебя, Запойного, народ выбрал. Он уже подъезжает. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok